Три года назад в жизни Сергея Елены Силаковых появился ангел. Так супруги называют катехизатора фонда «Заречья» Марину Рудь. Она пришла в своей белоснежной форме и в квартире как будто стала светлее. Для маленького Егорки Марина Сергеевна стала второй мамой. Она читает ему сказки и поет колыбельные. Малыш узнает женщину только по голосу. Его глаза от рождения лишены способности видеть. Силакова долго искали офтальмолога, который взял с собой за лечение мальчика. Доктора нашли в Петербурге. Возникла другая проблема. С деньгами. Но мир не без добрых людей. Губернатор оплатил дорогу. Благотворительный фонд «Заречья» выделил средства на операцию. Я считаю, что Бог нам дал такую поддержку. Супруги Силакова уверены, что получают помощь от своего дальнего родственника. Сергей Емельянович Евстигнеев в народе больше известен как старец Сергий. Он не был канонизирован церковью, но люди его считают святым. Он жил в прошлом столетии в городе Ленинск-Кузнецкий. Никогда не расставался с Евангелием. Постоянно рассказывал людям о Боге. Молился в Покровской церкви. Ее снесли в 62-м, спустя 10 лет после смерти старца. Священники говорят, что в семье Силаковых два молитвенника. Первый – это старец Сергий, который на небесах молит Бога о спасении родных. А второй – маленький Егорка. Вместе с родителями несет свой тяжкий крест на земле. В каждом родословии есть человек-молитвенник. И этот человек, он дается хотя бы один в одном роду, чтобы вымаливать весь род. Вот так Господь любит каждого из нас. Хотя нам кажется, что это болезнь. Хотя нам кажется внешне, что это страдание, это несправедливость Бога к людям. Известна история родственницы старца Сергия. Во времена Великой Отечественной Татьяна Малышева служила медсестрой. Прошла она всю войну, орденоносец, орден Красной Звезды у ней. А пули ни одна ее не достала. А он потом ей говорит, а я, говорит, от тебя венечком пули отмахивал. А вспомнила она, он ей говорит, ты помнишь, я, говорит, над тобой там на коне, на белом коне. Она вспомнила сон. Есть ница сон, какой-то там тядька на коне по небу катается. Дедушка Егора 30 лет трудился под землей. За все это время не было ни одной аварии. Там, где работал Виктор Силаков. Кто знает, может это по молитвам старца Сергия? Силаков старший и сам каждый день обращается к Богу. Просит о том, чтобы он облегчил страдания Егорки. Дал его родителям силы терпения. Молится обо всех тех, кто помогает молодой семье. Ведь они дают то, чего порой так сильно не хватает – надежду.